Самаркандские ковры Как я сказал, для того, чтобы красить шелк, используют только естественные красители Вот здесь они выращивают специальные растения, корешки которых используют для того, чтобы придавать определенный цвет шелку Также для этого используются вот такие вот ягоды и вот этого растения Вот эти вот все растения тоже выращиваются для того, чтобы потом их использовать для получения разных цветов естественным путем Вот эти вот корешки, из которых добываются, это вот эта вот кожура от граната Вот это вот шелк-сырец Вот смотрите какой он Затем после того, как его сварят, он получается вот таким вот мягким И потом его уже необходимо красить Для краски, как я уже сказал, используется только естественный краситель Вот это вот кожура ореха Вот это вот растение аспарагус Вот это вот гранат Вот это вот корешки, вот это вот растение, которое я вам сейчас показывал, Мариэта Ну и, конечно, многие другие естественные красители для того, чтобы придать коврам различные цвета Вот мы сейчас можем с вами наблюдать, как шелк красят растением кашини Вот смотрите, как вот это вот все варится достаточно долго, чтобы шелк приобрел вот такой вот цвет Как вы видите, никакой химии, все естественным путем Вот вот эти красивые растения тоже используются для того, чтобы получать естественные красители Вот с вами мы заходим в цех Здесь стоят вот такие вот ткацкие станки Где ткутся вот эти все ковры Как вы видите, еще один цех Где также стоят ткацкие станки Видите, все вручную вот это ткется Вот вы видите, уже крашеный шелк Видите, каких разных цветов Уже вот этот шелк используется для того, чтобы ткать ковры Первоначально для того, чтобы ткать ковры создается вот на специальной бумаге вот такой вот миллиметровки Такой дизайн ковра И потом вот уже по миллиметру Вот видите, вот квадратик по миллиметру Чтобы не ошибиться Наносится это все на ковер Ковры различаются тем, что на квадратный сантиметр количество узелков бывает разное Чем больше количество узелков на квадратный сантиметр Тем выше качество ковра и долговечнее Ковры могут быть от 20 узелков И дальше выше до 100-140 Есть даже ковры, где 600 узелков Чем больше узелков, тем дольше будет работа Ковры минимум ткутся примерно полтора квадратных метра от 4 месяцев и выше до года Это очень трудоемкий процесс, поэтому, соответственно, и тена дорогая Но зато и качество такое, что эти ковры не выцветают ни десятилетними, ни сотнями лет И с каждым годом они становятся только дороже и красивее Вот, посмотрите, вот этот вот ковер Почти наполовину готов Называется Охота Такие вот узоры Вообще, раньше, для того, чтобы ковер был более качественным, более ценным После того, как ковер соткут, его бросали на базаре, чтобы по нему ходили целый день люди Караваны проходили Потом его на следующий день просто мыли И он становился от этого только лучше Потому что после любой стирки он больше раскрывается И чем дольше ковер находится под ногой, тем больше он будет красивее и будет как бы расцветать Потому что вот эти вот всякие наросты сверху, они будут раскрываться и тем он будет становиться пышнее Поэтому ковер не должен ручной работой висеть на стене, он должен быть под ногами По нему должны ходить люди И чем больше вы будете ходить, тем лучше будет становиться ковер В этом его ценность Пожалуйста, смотрите процесс, как вручную делается каждый узелок Вот еще один ковер, который тоже уже почти готов, он называется дерево жизни Вообще вы можете заказать здесь любое изображение, вам соткут Правда придется подождать, но соответственно это будет эксклюзивная вещь То же самое, что антиквариат Вот еще один ковер, тоже почти уже готов Смотрите, как вот мелкие узоры Посмотрим, как он выглядит с другой стороны Когда он будет готов, вот это вот все просто отрежется И вы получите свой ковер После того, как завязываются узелки, вот это вот все отрезается И продолжается работа дальше На один ковер может уходить около 15 килограмм шерсти Но при этом из этих 15 килограмм около 9 килограмм будет уходить вот такой вот расход Поэтому это очень дорогой и трудоемкий процесс А вот это стенд, на котором фотографии, которые посещали знаменитости этот завод Сейчас мы более подробнее рассмотрим, кто здесь был Вот Путин Вот это вот президент Болгарии Это вот бывший премьер-министр Японии Вот Кофиано Это вот американский сенатор вместе с нашим президентом Это вот Медведев Это вот генеральный директор ЮНЕСКО Ну и много-много других, которые посещали этот завод, чтобы посмотреть, как изготавливаются знаменитые самаркандские ковры А вот ковер, на котором вышит Медресо Лулбека Смотрите, какая работа Все узоры перенесены Все надписи, все мельчайшие детали А вот сам магазин готовых изделий Где вы можете приобрести понравившийся вам ковер Или выбрать определенный дизайн и заказать определенные свои размеры Видите, они все поселены, специально чтобы по ним ходили Чем больше вы будете ходить, тем лучше будет ковер Так как это все естественные красители, то они с годами не светают А становятся только ярче Поэтому вы можете не бояться, что их придется стирать Спокойно стелить их И пользоваться ими С каждым годом стоимость этих ковров увеличится минимум на 20% Поэтому если вы купите этот ковер То через несколько лет его стоимость может уже увеличиться в 2-3 раза Это хорошее вложение И просто эстетически красиво Каких только дизайнов здесь нету Видите В любых размерах, в любых дизайнах Вот от ковриков на табуретке До вот таких вот ковриков, которые можно использовать под мышку Под чайник или под все что угодно Еще одна особенность этих ковров Что они, каким ли он, в зависимости от того Под каким углом он находится под освещением Они могут менять свой цвет Вот смотрите С этой стороны ковер определено другого цвета Совсем А если вы повернетесь на эту сторону То он опять поменяет свой цвет Станет совсем другого цвета Вот еще один Вот такие красочные цветы Яркие цвета Конечно, они такие яркие, как натуральные Естественно, эти химические красители Но зато они долговечные И не выцветают со временем Ковер можно заказать абсолютно любых размеров Любого рисунка Вы можете даже выбрать какой-нибудь свой рисунок И заказать Естественно, это будет долго, дорого Но зато это будет эксклюзив Которого ни у кого нет Вот в этой комнате на стенах Висят антикварные ковры Которым более 100-150 лет А их не продают Видите, вот они какие старые Уже вот с дырками Это повешено для того, чтобы вы могли посмотреть Что будет с вашим ковром Через... Каким он станет через некоторое время И вы можете выбрать из любого из этого рисунка Это вот многие ковры знаменитые Которые продавались на аукционах Сотбис Вы можете заказать любой из этих рисунков Это показано для того, чтобы вы могли видеть Какие рисунки ковров вы можете заказать Также здесь вот вручную работа Сюзанны Наволочки, простыни Покрывало на постель Вот это все вручную туперто тоже на этой фабрике Это ковры, которые тоже можно приобрести здесь Или просто приехать, посмотреть Также вот такие вот Ручной работы Шарфы, палантины, платки Это все вручная работа Вот этот вот ковер Был продан на аукционе Сотбис За 120 тысяч долларов Вот цена Его размер 1,96 на 1,35 Это было в 1995 году Сейчас его цена, соответственно, намного дороже И вот вы можете заказать точно такой же ковер С таким же рисунком С такими же расцветками А сам хозяин этого ковра, который купил на аукционе Он приезжал на эту фабрику И заказывал себе точную копию этого же ковра Вы можете выбрать практически любой дизайн Я же говорю, вы можете просто посмотреть в интернете, какие были знаменитые ковры Хотите, даже можете заказать картину Любой рисунок на ваше усмотрение Это все ручная работа Вам все сделают так, как вы скажете Вот такие вот ковры Шкут на нашей фабрике в Самарканде Надеюсь, вам все понравилось Субтитры сделал DimaTorzok